Привет! Решила съесть свой творожок и заодно попробовать вот этот сиропчик от Бианова. Сироп цикория. Как-то пила цикорий и поняла, что он слегка сладкий. Хотя у меня даже сахар не был добавлен. Я тут уже обрываю красивую этикеточку. И подумала, если он слегка сладкий, значит, должен быть где-то и сироп цикория. И вот у Бианова есть сироп цикория. Его можно даже купить на Вайберс, не обязательно делать большой заказ на их сайте. Я положила творожок козий. Сироп не просто надо расчехлить, его еще надо и открыть. Тут у нас защитная пленка. На пьем не получится, надо мне ножичек. Вот я сняла крышечку с него. Ту защитную самую. Ты наверное видишь в кадре еще и цикорий в пакетике. Так вот я хочу поесть творожка сиропом цикория и попить цикория, тот что в пакетике. Потом размешаем. А вот и тот самый цикорий. Его тоже можно купить на Вайберс. Артикул на сироп и на цикорий я оставлю в инфобоксе в закрепленном комментарии. Это цикорий у нас не просто молотый и растворимый. Он еще и с женщинем. А мне очень сильно не хватает бодрости. Уже недели две так. Я даже решила попить некоторые витаминки. Ну и как-то постепенно начинать уже через силу подниматься с утра. Хоть сейчас уже давно не утро. Ну вот. Буду дерево пить. У меня сейчас молока нет, осталось только один кефир козий. Так-то можно вот так. У меня просто не всегда ровно они открываются. И надо было, правда, ножницами это прорезать, чтоб было красиво и ровно. Все, мне нравятся такие упаковки. Открыл, закрыл. Зритель знал бы, как обалденно пахнет. Сейчас я в чашечку насыплю. Так вот, раз у меня нет козьего молока, придется без козьего молока. Придется просто так. Молока просто нет никакого. Один кефир остался. Хотя, возможно, немножко у меня молочка все-таки найдется. Разбавить-то нормально, а вот кипятить его уже не вариант. Советуется 2-3 чайные ложки добавить. Ну, про горку ничего не сказано. Но обычно я стокой добавляю. Так как они у меня с горкой, то, наверное, третью можно неполную. Сейчас зарью водичкой. Я как раз недавно скипятила чайничек. Обалденный аромат вообще. О, пенка. Ну и размешаем. Ты не думай, зритель, ты увидишь, как я это ем. Я думаю, может, даже сироп оттуда добавлю еще. Не знаю, как у вас, но у меня кабачков просто море. Такой вкус интересный. Наверное, еще ложечку взяли. Это же. Это же, наверное. Так-то можно перемешать. Просто полила его. Я в последнее время ела творожок с маслом кедрового ореха. Посыпала его смесью семечек и медом поливала. Здесь, конечно, женьшень добавлен. Но сам цикорий он отличается. Вот у меня был какой-то из светофора цикорий. Покупала еще, может, года два назад. У меня была упаковка в деревне и упаковка тут. Вот он как-то отличается все равно по вкусу. Ну вот горчинка есть. Видимо, тот самый женьшень. Я, наверное, добавлю сюда сиропа. Так-то можно открутить крышку и зачеркнуть ложечкой. Можно, я думаю, налить на ложечку. Не сказать, чтоб супер горячий у меня чайник было, кажется. Я пока одно, пока другое. Я сейчас собираюсь до сада доехать. Да, вот. Кому еще сад не дает покоя? Только мне. У нас наконец на стол оставил снег. Уже третий день так. Но первые два дня отсутствие снега у меня не получало до сада доехать. И вот к нам пришел гость. Давай ты на мне посидишь, но не на столе. Сегодня всю ночь гуяняла окошко. Я ее пыталась словить. И когда в конец поймала, словила, взяла к себе под одеяло и она угомонилась. Нет бы просто самой прийти под одеяло. Так вот, я собираюсь до сада доехать. Я обратно потяну, мы зайду, молока куплю. Тут в составе, кстати, только инулина, скриняется, коряя и вода. Можно с оладушками вон есть. Но пока сейчас нет оладушек. У меня есть творожок козий. Мне даже кажется, что надо было половинку творожка положить. Женщина, у которой я сейчас беру творожок, стала ее делать. Так, она оставляет сметану прямо в молоке. Снимает сливки. И тут иногда в творожке попадаются такие кусочки, как масло сливочного. Вкусно очень. Снимает сливки. Снимает сливки. Снимает сливки. На окне сейчас лежат самые огромные кабачки побольше чате. Там счет где-нибудь небольшой. Я собиралась его пожарить. она достала я даже еще перца с помидорами живу помидоры хотя надо бы уже порезать и в морозилку сунуть я говорила что собиралась молоком разбавить но чайник у меня подостыл и уже можно не забавляйте Смотрите продолжение в следующей серии. Сыкорий вместо кофе я иногда покупала ячменный такой напиток, и он бывал иногда еще ячмен с сыкорием. Я на вайпере себе одно видела разные добавки с сыкорий, не только женьшень. Тут, кстати, в пакетике 100 грамм, но он как-то бюджетно стоит. О, я думала, что мне будет много турокам. Вспоминаются слова бабушки, точнее дедушки. Бог пристанет, мало станет. У вас, зрители, есть кто-то в роду знакомых такого прилично пожилого возраста? Или просто знакомые, которые не обязательно суперпожилого? Кто знает, какие присказки интересные? Вы их записываете или запоминаете? Я тут искала одну вещь на компьютере и обнаружила в архивах запись бабушки. Даже не знаю, в каком, может, в 14-м году сделанную. У нас тогда тюля была в гостях и разбирали старые черно-белые фотографии. Ну, и она ее спрашивала, кто есть, кто. А я поставила вместо диктофона, видео просто включила. Там качество, конечно, жуткое. Но обычный такой, самый первый, наверное, мой цифровой фотоаппарат Касио. Ну, как память сама по себе, вот голос человека. В следующий раз положу две ловки, потому что немножко горько. Последний кусочек, в рогане хочется на ложку нацепляться. Хочется мне этого сиропа просто так. Все. Пирог полила. Цикорий добавила. Тут прикольная такая дырочка. Дедочный слезу сначала поняла. Ее не надо доставать, там просто такая небольшая прорезь. Наверное, например, соски детской. Да, такой сладкий. Ну, в меру сладкий. Не как, допустим, сахарский кличный. Или тростниковый. Не похож на кокосовый. Или на пальмовый. Льется он похож вот чуть-чуть отдаленно на меду. Конечно, ну, может быть, мед такого цвета, в принципе. Сказал потом свиный пчеловод. Я извиняюсь за людей, которых, возможно, слышно. Хотя неправильно говорить, извиняюсь. Сказать извините за людей, которых слышно. Так вот, я тут, ну, как-то месяц назад покупала один сироп для кулинарии. Там, по-моему, фруктовый и сахароза вместе. И вот он похож на этот. Только тот прозрачный и очень сладкий. А этот просто по консистенции немножко смахивает. Хотя он не сдавал. Чтоб он был практически в кадре так. Не сказать, чтоб крупным глазом, но виделся. У меня тут осталось буквально гладко-три. Наверное, с молоком цикорий вот этот был вкусно. Вы уж меня простите, но я тут пошла по витаминам. Их надо во время иделить. Второй раз в жизни я тоже наем, наверное, в 3D. Я его почему-то 3D называю. Ну, может быть, в детстве я ела, у меня были какие-то витамины в виде таких капсулах. Причём не рыбий жир, не только рыбий жир, но и, конечно, лучше запивать, наверное, водой. Я сейчас воды, наверное, и налью. У меня тут водичка. Одна таблеточка магния цитрата. Она просто крупная. А у меня с тем, как чуть-чуть оставалось этого цикуля. Не хватило бы запить. Я одно время ела магний и калий в таблетках. Не помню, как называется. Поймая пыль и псисомату. Меня ещё вечером позвали в гости, друзья. Ну, как, меня за несколько дней до этого позвали. Они перед фактом поставили, что вот такого. Сегодня ты идёшь. Я несколько часов была такая сонная-сонная. Думаю, блин, сейчас бы поспать. Потом, думаю, такая погода хорошая была. Кстати, было солнышко реально, я что-то ещё валялась с кошкой в обнимку. Но, может, нас досада доехать. Воздух свежий обычно бодрит. Иногда через силу выхожу на воздух. Потом реально так хорошо становится. На самом деле, у меня кое-кто появился. Но я его ныкаю на окне и так поставила камеру, чтобы было не видно. Потому что ещё рановато его в люди приносить. Я ещё подсела на компот и стала делать. У меня заморозка была, жимлость, чёрная смородина, яблоки, которые вот кусочек уже не очень, срежешь его, а две трети их либо надо сразу съесть, либо куда-то пустить, либо на сушилку. Да, у меня ещё есть паланцы на балконе. И те, которые снятые вручную специально. Победа. И, по-моему, у нас ещё есть яблоки такие, президент, очень вкусные. Я их отсюда убрала на балкон, потому что там прохладнее, чем тут. Тут у меня только хурма и яблоко с яблони, которую зверски спилили люди. Так что у меня была под окнами. И защищала меня в жару от солнца летом. Так вот, у меня сейчас компоты идут, чёрная смородина, садовая, жимолость. И яблоки очень вкусные. Ну и я иногда туда уже прямо, когда наливаю в чашку компот, то добавляю туда мёда ложечку. Ладно, зритель, я покушала. Я надеюсь, ты тоже покушал. Ну, вы покушали, словили аппетит, захотели, допустим, прониклись моей идеей попить, допустим, цикория, или захотели попробовать сироп цикория. Или что-то ещё еда у Бианова. Мне так нравится складам. Бианова, дня основа. Сейчас, правда, уже, ну, утро, да? Утро основа. Дня основа, в смысле, начало дня. Сейчас, конечно, уже давно не утро. Сейчас у нас 27 минут четвёртого. Но, в принципе, дня основа. Я зарядился бодростью, зарядилась бодростью. И готова ехать сюда. Всем спасибо за просмотр. Если хотите поддержать канал, я буду вам очень благодарна. Укажу ваш ник, либо имя в титрах. Ну, и ваши донаты пойдут на развитие канала. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok